Дипломат или мясо по-французски отличный вариант для сытного ужина или праздничного блюда. Готовится легко и просто. Для начала подготовим мясо. Я взяла свинину. Для этого блюда также подойдет куриное мясо или телятина. Важным аспектом является то, что мясо не должно быть сухим. То есть небольшая прослойка сала должна быть. Если его много, просто обрежьте ненужные кусочки. Мясо нарезаем небольшими кусочками поперек волокон. Далее каждый кусочек нужно отбить с двух сторон. Так мясо будет мягче и нежнее. Каждый кусочек посолите и поперчите с двух сторон и складите все мясо в отдельную посуду. Лук нарезаем кольцами или полукольцами. Я предпочитаю нарезать мелким кубиком. Так лук практически не чувствуется в этом блюде. Картофель очищаем, моем и нарезаем кольцами, полукольцами или можно также натереть на крупную терку. Если вы выберете последний вариант, тогда натертый картофель обязательно замочите водой, иначе он потемнеет. Картофель смазываем подсолнечным или оливковым маслом, солим, перчим и тщательно перемешиваем. Дно противня также смазываем подсолнечным маслом. Отправляем туда первый слой, это у нас будет картофель. Равномерно распределяем его по дну противня. Сверху кладем мясо. Мясо должно быть такое количество, чтобы оно полностью покрывало картофель. В это блюдо я предпочитаю добавлять горчицу. На этом же этапе добавляем грибы жареные или помидоры, а можно и то и другое. Тоже получится очень сочно и вкусно. Посыпаем луком. Твердый сыр измельчаем на крупной терке. К сыру добавляем майонез и тщательно вымешиваем до однородного состояния. Сверху на мясо выкладываем майонез на сырную начинку. Покрываем полностью все блюдо. Отправляем дипломат в духовку, прогретую до 160-170 градусов на 1 час. Не переживайте, сырная корочка не будет твердой. Благодаря тому, что мы смешали сыр с майонезом, корочка получится очень мягкой и нежной. Когда блюдо изрядно подрумянилось, это говорит о его готовности. Подавать такое блюдо можно с любыми овощами. Очень вкусно, нарядно и аппетитно. Друзья, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо за просмотр! Приятного аппетита!